Алло, слышно меня, да? Я вышел. Еще раз, пожалуйста, да, мне просто в помещении неудобно было, там люди вокруг. Еще раз, вы... Да, или сейчас с вами не находятся третья лица, верно? Нет, я хочу еще раз, вы говорите, что вы... Откуда? Еще раз, представьтесь, пожалуйста. Смотрите, вас сейчас беспокоят полиции, главное управление МВД, отдел экономической безопасности, капитан полиции, Крылова, Ирина Владимировна. Так, да, и что случилось там, скажите, пожалуйста. Смотрите, нам поступило заявление на возбуждение уголовного дела от Центрального банка по факту мошенничества. То есть это по статье, собственно, 9-я, часть 3-я. Это мошенничество, совершенное должностным лицом, используя своего служебного положения. Сейчас идет речь о том, что сотрудники банка, используя свое служебное положение, скомпрометировали персональные данные порядка 120-10 граждан, оформляют кредиты, списывают личные средства и выполняют ряд финансовых операций и различных незаконных от лица своих клиентов. Вы также попали в этот список, так как попытка хищения была замечена и у вас, но она была приостановлена Центральным банком. Мы поэтому с вами свидания сделали. А попытка хищения – это чего была? Ну, то есть попытка перевода с ваших счетов была попытка перевода. С какого именно банка, мы точно не знаем. Нам Центральный банк не представляет данную информацию. Но была попытка перевода, и она была приостановлена. Попытка превышала 200-500 рублей. Поэтому они приостановили данные по поводу перевода. То есть все мои деньги могли пропасть, и вы предотвратили данное нарушение, получается, так? Это не мы предотвратили, Илья Владимирович. Это Центральный банк предотвратил данные мошенников. Смотрите, вот мы сейчас с вами связались, и нам всего лишь поступило заявление на возбуждение уголовного дела. Почему мы с вами связались? Нам предоставили ваши контактные информации для того, чтобы мы с вами связались, собрали общие сведения, некоторые нам помогут уходить в оперативно-расследовательные мероприятия, а дальше перенаправить вас непосредственно на сотрудника Центрального банка, который приостановил данную попытку, чтобы вы с ним в дальнейшем решали данный вопрос. Так как попытка может повториться, и в следующий раз она может уже увенчаться успешно для мошенников, а для вас не очень. То есть вы сами понимаете, что следующая попытка может просто записаться ваши деньги, а также могут на вас оформить кредит, пользуя ваши документы. Понятно. А что вы сейчас от меня хотите? Чем я могу помочь? Постарайтесь вспомнить, Илья Владимирович, вы за последние два месяца в какие-либо организации предоставляли свои данные паспортные? Да нет, я... То есть, возможно, там МПЧ, НОТОР, что угодно. Возможно, вы были в каких организациях, какие-то конфликтные ситуации, подозрительные лица, что-то происходило подозрительное. Попробуйте вспомнить. Нет, никуда не предоставлял. Я вообще сейчас, видите, тут у нас же мобилизация там идет. Я вообще в деревне живу у бабушки. И стараюсь никуда не выбираться. Даже со своих карт деньги не трачу. Так что не знаю. Да, правильно. Все верно. Все верно. Смотрите. Хорошо, возможно, вас за последнее время беспокоили звонки от лиц, которые предоставлялись сотрудниками банков. Возможно, они возобращали какую-то информацию вашу личную, то есть, типа персональную. Да вот почти каждый день звонят с какими-то хищениями, еще что-то. Да, приходится уделять время, общаться. Ну а что делать? Время такое тяжелое сейчас. Вам звонят от лица банка? Ну, бывает, да. И банкиры звонят, и бывает что-то из полиции. Пообщаются со мной, информацию. Хорошо, вот вы говорите, вам звонят из полиции. Скажите, вы запрашивали данные у сотрудников полиции? То есть, они вам сообщали свои данные? Диктовали? Ну, конечно, диктовали. Что-то я уж не помню. Память-то слабая, видите. Водорост уже такой. Я возрастной очень, поэтому. Просто сейчас звонки поступают всеми, представляются и сотрудниками, действительно, и банков, и полиции. Ну, я понимаю. Да, я понимаю. Это все распространенные способы мошенничать вам. А вам-то можно верить? Так, если кто-либо будет запрашивать. Вам-то можно верить, если вы так говорите, что часто звонят? А банкам верить вообще нельзя, потому что сотрудники банка не имеют права звонить своим клиентам. Вообще. А вы, говорите, на сотрудника Центробанка меня переведете потом? Ну, так они самостоятельно не имеют права звонить. Мы, правоохранительные органы, имеем полное право вас соединить с сотрудниками банка. Ну, а вам-то можно доверять? Вы говорите, что доверять никому нельзя. Я вот хочу узнать, вам-то можно доверять, получается? Илья Владимирович, ваше право доверять, не доверять. Я всего лишь выполняю свою работу. Это так же для меня работа, как ваша. Я уверена, что вы где-то работаете, верно? Да нет, я сейчас... Я работаю сейчас по факту заявлений. Что? То есть мне ничего не интересно, мне ваши деньги не нужны, мне ваши номера карт тоже не нужны. Ничего не нужно, мне нужно всего лишь вас уведомить, то есть собрать общие сведения, которые мне помогут в дальнейшем расследовать данное дело, и все. То есть в дальнейшем только перенаправить вас на сотрудника Центробанка, где вы и будете решать свою проблему. Я эту проблему не решаю. Хорошо, да, давайте будем решать проблему. Вот, значит, за два месяца вы последние не посещали никакие организации, данные свои никуда не представляли, хорошо? Да нет, я говорю, конечно, в деревне живу сейчас у бабушки, конечно, нет. Я поняла, хорошо, Илья Владимирович. Так, так же вам поступают звонки разного рода, но так же я как представитель органов власти обязана вас предупредить, что в телефонном режиме вы свои данные никому не предоставляете. Если у вас кто-либо будет запрашивать такую информацию, то есть там паспортные данные, писькоды, номера, карты, пароли, обязательно сообщайте номера к нам в полицию. Мы будем проводить ряд оперативно-разочных мероприятий и, естественно, здесь проверять все отделения, сотрудники, которые могут к этому причастись. Илья Владимирович, вы ранее на территории страны с мошенническими действиями сталкивались? Да, конечно, вокруг эти мошенники. Что теперь делать? Конечно, сталкиваемся каждый день. Я поняла. Хорошо. Илья Владимирович, так же мне необходимо уточнить, в каких... Алло, здесь что-то пропадает. Говорю, мне сейчас необходимо уточнить, в каких банковских структурах на сегодняшний день могут находиться ваши паспортные данные? В каких банках могут пользоваться ими? В какие банки проверять в первую очередь? Ну, так у меня, по сути, только в Сбербанке. И все, я же такой, как бы, человек консервативный. Мне зачем другие банки нужны? То есть вы являетесь клиентом только одного коммерческого банка, и это Сбербанк, верно? Да, конечно. Хорошо. Так же попробуйте вспомнить, когда вы последний раз посещали данное отделение, и по какому адресу это было? Ой, это было, наверное, полгода назад, на Вильгельме Дегенина. Не знаю номер какой, здесь есть отделение. Голос у вас очень убедительный, в общем-то хочется верить сразу. Что, простите? Голос, говорю, у вас убедительный, чувствуется, что часто с людьми работаете, веришь, доверяешь сразу как-то таким людям. Это типа был комплимент? Это моя работа, общаться с людьми. Я работаю в правоохранительных органах. Мне тоже с людьми приходилось общаться. Ну, так в основном, конечно, с пенсионерами. Смотрите, я что-то не могу найти по данному адресу Сбербанка, отделение. Можете еще раз мне все-таки продиктовать? Возможно, я не правильно записала адрес данного Сбербанка. Вильгельма, нет, Вильгельма де Генина. А, Вильгельма. Да, да. Хорошо. Вильгельма 31, вы имеете в виду? Да, да, Вильгельма де Генина 31, да. Примерно там такое, что-то 30 с чем-то. Может 45, кстати. 45, может быть, что-то. Да, есть данное отделение. Вот, видите. Илья Владимирович, также у нас в заявлении указано о том, что была попытка хищения суммы свыше 200 тысяч рублей. Я, насколько поняла по данному разговору, вы говорили, что вас могли похитить ценную сумму. Верно? Я указываю в заявлении, что могли. Ну, как они могли похитить? Я же бедный. Ну, то есть, теоретически. Теоретически. Не, ну, они хотеть-то могут что угодно, но денег-то у меня нет таких. Мы с бабушкой тут на пенсию живем. Ну, это так же касается, касательно, это все касается вкладов, сберегательных счетов. То есть, вообще, смотрите, нам просто необходимо понимать, на что нацелены мошенники. То есть, на ваши личные деньги, либо же на кредитные деньги банка. То есть, так как они, то есть, была попытка перевода, суммы свыше 200 тысяч рублей. То есть, она не удалась, потому что ее приостановил Центральный банк. То есть, нам необходимо понимать, если бы Центральный банк не успел приостановить данную попытку, прошла бы она или нет? То есть, понимаете, нацелены на ваши личные деньги, либо же на кредитные деньги? Нет, у меня таких денег нет. Наверное, кредит хотели под лицей оформить. Хорошо. Также у нас указано, что у большинства граждан, на которых было оформлено кредитование, среди ежемесячный заход, который проходил через колокольный банк, был равен, либо же превышал 100 тысяч рублей. Вы по подсказке правильного лица? Еще раз, сколько тысяч рублей? Попростите. Повторите последнюю фразу, что это было. 100 тысяч рублей, то есть? Ну, не знаю. У нас в заявлении указано, что у большинства граждан, на которых было оформлено кредитование, то есть, попытка кредитования, среди ежемесячный доход, который проходил через налоговый банк, через это имя, был равен, либо же превышал 100 тысяч рублей. Вы в данный круг близко попадаете? Нет, не попадаю. Не попадаете. Хорошо. Указываю, знаешь, что не попадаете. Хорошо. Также, поскольку вам предоставлялось, что ответственная информация в силу уступает 350 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это не разглашение сведений, полученное в ходе дознания, либо предварительного следствия. То есть, друзья, коллеги, родственники к данному разговору не допускаются. Хорошо. Скажите, у вас остались ко мне вопросы, как представители органов власти? Нет, только что будем делать с хищением-то? Ведь надо поймать подлецов, наказать. Что делать-то было? Будем искать, проверять отделение банков. Вот столько вы нам понадобитесь, мы с вами свяжемся. А как же соединить меня с сотрудником Центрального банка? Вдруг там что-то похитят еще, я не знаю. Почему это так смешно, друзья? То есть, что сейчас произошло? Она пыталась выяснить, есть ли у нее такие деньги на счете. Сейчас, секунду, может, это она? Может, это Центральный банк? Алло, алло, еще раз повторите, что вы сказали? Да, Дмитрий Алексеевич, говорю. Мы с вами связывались ранее. С полицией общаетесь все. Крылова Ирина Владимировна. Да, да, так вы же со мной только что общались. Это Илья Владимирович, вы забыли, что ли? Уже с другого номера звонит Чукча. О, у них разные номера еще, потрясающе. В общем, видите, да, она постоянно пыталась пробить вообще, есть ли у меня деньги. Но я постоянно стебался, что я живу в деревне. Она все равно пыталась уточнить доход мой какой-то, да. Сначала 200 тысяч, а потом думает, блин, ну, может быть, хотя бы 100 зарабатывает этот чувак. По налоговой проводит, чтобы хоть как-то заинтересоваться. Но я когда сказал, что даже 100, нет. Ну, все, неинтересно, видите, да?